В Барнауле вышел на маршрут первый трамвай, брендированный в стилистике проекта «Город трудовой доблести». В отличие от привычных желто-красных вагонов, его цвета более сдержанные, а на боках тематические рисунки. Я как художник просто закомпоновал все нужные компоненты на этот трамвай таким образом, чтобы издалека было видно, что мать с сыном, с солдатом, что женщина за станком. Причем у меня бабушка на таком станке работала, когда война была. В мае 21-го Барнаулу присвоили звание «Города трудовой доблести». 190 тысяч жителей поддержали инициативу. Они были уверены, Барнаул этого достоин. Во время войны сюда эвакуировали десятки заводов. Каждый второй патрон для фронта изготовили на барнаульском станкостроительном. А каждый пятый двигатель танка Т-34 выпустил трансмаш. Эту и другую информацию разместили на стеклах вагона. И не только. На протяжении всего маршрута между остановками будет аудиоинформация, которая будет рассказывать более полно про наши заводы, про госпиталя, про дивизии, которые уходили на фронт с города Барнаула. На протяжении всего маршрута пассажиры услышат больше 40 рассказов о Барнауле и его жителях во время войны. Так, накануне 9 мая Барнаульское отделение «Единая Россия» и фонд «Шаманово защитники Отечества» решили прославить подвиг тех, кто приближал победу в тылу, работая на заводах и в полях. Этот трамвай как один из символов нашей памяти. И он показывает то, как жители Барнаула чтят и помнят подвиги наших дедов и прадедов. Уже сегодня окунуться в историю по дороге на работу или в ВУЗ можно на седьмом трамвае. А ко дню города брендированные вагоны появятся и на других маршрутах. Анастасия Дороган, День с толком.